Я просто хочу продолжить следовать Моисея в пустыне. Посмотрим, что еще мы научимся. Последний раз мы говорили о его ходатайстве. Как вы помните, о чем Моисея заботился в первую очередь? О славе Бога. Первоначальный интерес. Слава Бога, и о чем он напоминал Богу? Об обещании. Об обещании. И также, о контакте рождается из чего? От общения с Богом. Общение с Богом. Ходатайство не родилось на основании того, что он увидел проблему. Когда он увидел проблему, наоборот, он разгневался. Но сердце ходатайства находится в общении с Богом. И я думаю, что такое же в отношении нас. Мы можем видеть все возможные проблемы. Но если у нас нет общения с Богом, у нас никогда не будет сердца ходатая. Поэтому наше общение очень важно, необходимо. что происходит с Богом. Итак, Моисея, после того, как он увидел ситуацию, он приходит и говорит, что что-то должно быть сделано. И он спросил Айрон об этом. И Айрон говорит, что я не знаю, что произошло. Они дали мне все золотые украшения. И появился этот телец. Я даже не знаю, как это произошло. Ну, конечно, это так не было, на самом деле. Это неправда. Я думаю, что Айрон чувствовал кого-то интимидированный. Да, наверное, он очень как бы затуханным себя чувствовал в тот момент. Испывался. Это как бы был суд над народом. И он спрашивает, кто Господень, кто со мной? И левиты вышли, стали с Моисеем. И в главе 32, это говорит, что левиты стояли с Моисеем и привели благословение на себя. И Моисе сказал, каждый из вас, убивайте его брата, его близко, его друг друга. Это говорит, что левиты стали рядом с Моисеем. И как Писание говорит, этим они были благословлены. И Моисея сказал им, каждый из вас убейте вашего брата, ближнего, вашего друга. Это очень жестко. Мы смотрим на это, думаем, как это вообще понимать. И как вы помните, что Бог стоял сам по себе, он святой, он отделенный. Святость и праведность Бога. И ту святость и праведность, которую народ не принимал. И Бог Израиля отличался от других богов. Он не был похож на других лже-богов. И Иешуа сказал, когда вы приходите ко мне, он использует такое выражение, а то возненавите вашего отца, мать, сестер, братьев. У некоторых людей возникали трудности с этим стихом. И так же, когда я пришел к Богу, и в сравнении с моим посвящением Богу, все остальное становилось второстепенным. И Иешуа говорил, что худшие враги человеку – его домашние. Поскольку вы любите ваших домашних, обычно больше, чем любых других людей. И все же, Бог призывает к разделению. Мой отец был бизнесменом. Очень успешным. Он работал в ойл-бизнесе. В ойл-бизнесе. Ойл? Да, ойл. Не очень популярный бизнес сегодня. Ойл? Ойл. Ойл. А, в нефтяном бизнесе. И когда я стал верующим, или прежде даже, чем я стал верующим, то он планировал, чтобы я принял его империю. Он не был плохим отцом. Он был очень хорошим отцом во многом. Поэтому, когда я рассказываю это, я его не критикую. И так же он действовал в соответствии с мирскими путями. Он не был верующим. Поэтому я другого не ожидал от него. И так же, поскольку он рос во времена депрессии, то он хотел сделать что-то из себя. И он хотел утвердиться, добиться высот, добиться власти. Потому что он думал, что в этом будет ответ. И он был очень одаренным. Человеком в бизнесе. И поэтому он бурлил скважины. Так же он строил дома престарелых. в приютах. Строил дома. Строил дома. Строил радиаторы. Строил дома. Так же еще там, как сказать, такая... Другое там, где как бы чинили радиаторы и много другого он тоже делал. Он был очень успешным. И он всегда хотел, чтобы его сыновья, я один из них, чтобы мы переняли его успех. И принимали в этом участие. И когда я пришел к Богу, я знал, что призвание Бога было на моей жизни. Я просто сказал ему, что мне это интересно, отец. И это было очень трудно для него. Какое ощущение, что я все это создал. Я хочу это дать тебе. И я должен был сказать, я не хочу. И поэтому в наших отношениях возникли трудности. И то, что я видел, что на протяжении всех этих лет, когда я был верен Богу, посвящен Богу, то постепенно мой отец начал уважать мое решение. И я вспомнил один раз, он сказал, что я был в библейской школе, и он сказал, что я хотел бы отчислять тебе проценты с нефти. Я немножко побоялся. И как бы осуждение такое из-за того, что я возьму их. И осуждение, если не возьму. Наконец я сказал, отец, наверное, ты не поймешь этого. Но я просто не хочу этого брать. Поэтому я пошел в библейскую школу. Я работал и платил за обучение. И Господь начал говорить в моем сердце. И вот что он сказал. Он сказал, как ты можешь ожидать то, что отец будет принимать от тебя? Если ты не принимаешь тот способ, который он знает, проявление любви к тебе. Поэтому в ту неделю, когда я ехал из школы, я молился и сказал, Господь, если ты говоришь в моем сердце, то сделай так, чтобы он еще раз предложил это мне. И я это приму как от себя. И если предыдущий раз я отказался, он очень разгневался. Поэтому я уже не ожидал, что, естественно, он будет второй раз предлагать. Когда я возвратился домой, мои родители уже были в спальне. Я тоже пошел в спальню, просыпаюсь рано утром. Я иду на кухню завтракать. И первые слова, которые говорит мой отец, он даже не сказал еще «hello». И он говорит, я просто «well» имею в виду. «А, просто я отдал это, по наследству тебе передал уже». И потом я сказал, «Хорошо, Господь, я принимаю это как от Тебя». И это обеспечивало нашу миссионерскую деятельность несколько лет. И очень важно было, что я прошел через процесс и я свое сердце проверил. Так, чтобы посмотреть, нет ли там жадности. И в конце концов, спустя некоторое время, мой отец начал приближаться ближе к Богу. Поскольку я, как бы так, сделал заявление о том, что я не буду идти на компромисс. И как Писание говорит, если ты будешь утешаться Господом, то даже твоих врагов Он примирит с тобой. И до смерти моего отца Он был в больнице. Он был в больнице. Поэтому я посещал Его. И спрашивал, могу ли я молиться о Нем. Поэтому Он разрешал мне молиться о Себе. Он не просил, чтобы Бог вошел в его сердце, он просто просил, чтобы молиться. И позже вы знаете Уэйна Уилкса. Он с Бонни, вместе с Бонни, жена Уэйна. Они знали моих родителей. Поэтому они приехали в больницу и молились с Ним, чтобы он принял Бога. И что бы произошло, если бы я не сделал этого утверждения, чтобы Бог на первом месте, чем семья, они бы никогда не пришли к Нему, не привлеклись к Нему. Поэтому я не верю, что Бог хочет, чтобы мы в буквальном смысле ненавидели Свои семьи. Но я верю, что Он хочет, чтобы Он был на первом месте. И даже если это приводит нас к конфликту, то в конечном итоге это приведет нас к взаимоотношениям. И я это видел не только в своей семье, но также как бы в теле Христова. Среди моих дальних родственников. Двою родные братья, сестры, дяди, тети. Бог как-то как-то в их жизни действовал, двигался к Себе, привлекал. И что это происходило на протяжении нескольких лет? Поэтому хочу вас ободрить, быть верными, и Бог ответит. И когда левиты здесь поднялись, вышли, то есть они первым почтили Бога больше даже, чем своих друзей, братьев, сестер, что также этот урок можно от них взять. 32-я глава. 31-32. Стихи 31-32. Это дальнейшее хадатайство Моисея. И возвратился Моисей к Господу. И сказал, «О, народ все сделал великий грех. Сделал себе золотого Бога. Прости им грех их. Прости им грех их. А если нет, то и злать и меня из книги твоих, которые ты вписал». Можете вообще это представить себе? Тоже это напоминает молитву апостола Павла об еврейском народе. Такое желание было в его сердце. Он сказал, «Я хотел бы сам быть отлученным ради моего народа». Я думаю, что это появилось из взаимоотношений Павла с Богом. Так же как хадатайство Моисея выросло из отношений с Богом. И на самом деле это отражает сердце Бога. И Иешуа свою жизнь положил ради нас, чтобы у нас была Его жизнь. Это очень удивительно. И очень удивительный Бог любви. Поэтому Моисея, дальше в 33 главе стихи 7-11, что делает Моисея, он отделяет себя для Бога. И чем больше народ восставал, бунтовал, тем больше Моисея начинал искать Бога. Я думаю, что это почему Он такой великим был. Тридцать-третьяя глава. И в 33 главе Моисея, Моисея поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинию Собрания. И каждый называл его Скинию Собрания. В принципе, это до того, как была построена Скиния. И Бог помещает ее за пределом стана. И говорит, «И каждый, ищущий Господа, приходил в Скинию Собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисея выходил в Скинию, весь народ вставал. И становился каждый у входа в свой шатер. И смотрел след Моисею, доколе он не входил в Скинию. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в Скинию. И вставал весь народ и поклонялся. каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Новин, юноша, не отлучался от Скинии. То есть Моисей сталкивался с проблемами, и приближался к Богу. Он не пытался самому найти решение, но он искал общение. So in chapter 34, 1-9, it says that Moses went back up to the mountain, he cut new stones out, and and it says that the Lord passed by in front of him, well it says the Lord rewrote the Ten Commandments, or there was, he redid the Ten Commandments. Yes, Moses did. Yeah, Moses cut the stones, and then Moisei вырезал камни, и Господь снова записал заповеди. And Moses' response was to ask the Lord to go with them. Yeah, Moisei просит, чтобы Господь шел вместе с ними. Okay. In chapter 34, 10-28, Let me back up and read, let's see, let's start at 34 verse 5. Okay. The Lord came down in the cloud and stood with him there and proclaimed his name. God came down in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of Yahweh. Ah, Adonai, or Yahweh, Yahweh. Yahweh. Okay. Then the Lord passed in front of him and proclaimed Yahweh, Yahweh is a compassionate and gracious God. God, Yahweh, Yahweh, God is a loving God. Hope, Yahweh, Soưaaz, all justice. veryиллиon, allesse, all mercy. Only righteous, and comforts. In evangelism. Chillists may keep you销� Holy God. Yes, who HIV wants, Dove free to charge Christ that Lord, holy life should attack God. And he is a pity death. но отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. То есть Бог являет себя как Бог милостивый, в то же самое время будут определенные последствия греху. Даже когда мы верующие, мы пожинаем то, что сеем. Но Бог терпелив и сострадателен. Писание говорит, что праведник упадет семь раз и встанет. Бог всегда поднимает нас. Поэтому дело не в том, что мы никогда не согрешаем. Просто Бог милостиво прощает. И в восьмом стихе Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И сказал, если я приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас. Ибо народ всей же таковыен. Прости беззакония наши и грехи наши. И сделай нас наследием Твоим. Поэтому Моисей снова проявляет это сердце ходатая. Если до этого времени Бог говорит, что я пошлю своего ангела, но я не пойду. И что делает Моисей ходатайство, чтобы Бог так же пошел, а не только его ангел. И видите ли вы ходатайство на сердце у Моисея? В 34 главе Бог подтверждает то, что ведет их к землю. И чтобы они не вступали в союз с теми жителями. И чтобы идолов себе не делали. И так же весь мужеский род должен приходить к Богу трижды в год. И позже это будет праздник Песох, Шавот и Суккот. Мы так же можем возвращаться к большей картине. Когда Моисей отделился. И израильтяне смотрят на это. Наблюдают за тем, как Моисей входит в скиню. Видят, как облако является. И Моисей говорит с Богом. И когда он выходит из скини, то его лицо сияет. Это сияющая слава на лице Моисея. Что могли видеть израильтяне. В 2 Коринфянам 3, 12-18. Там говорится. Поэтому, имея такую надежду, мы имеем дерзновение. И не так, как Моисей. И не так, как Моисей. Которые покрывали свое лицо, потому что не могли смотреть на него. И что их умы были ожесточены. И так до сего дня, при чтении Ветхого Завета, это тоже покрывало остается. И не убранным. Потому что оно удаляется в Мессии. И всякий раз, когда человек обращается к Богу, это покрывало удаляется. И Господь есть Дух. И где Дух Господень, там свобода. И все мы с открытым лицом как зеркало взираем на славу Господа. И преобразовываемся в тот же образ. От славы в славу. Как от Бога. Как от Духа. Поэтому здесь идет такое противопоставление. Что происходило с Моисеем и с израильтянами в пустыне. И что происходит с нами как верующими в Мессию. Израильтяне видели Моисея. И Моисей должен был покрывало полагать на свое лицо. И когда он входил в скинье, он как бы удалял это покрывало. И говорил с Богом. Когда он выходил, он снова полагал покрывало. Как Коринфянам говорится, покрывало было там из-за славы приходящей. И эта слава не постоянно была на его лице. И спустя время она уходила. И та слава, которую они видели, она была как бы частичная. И также в Псалмах говорится, что народ израильский видел дела Бога. Но Моисей знал пути Бога. Моисей всегда приближался к Богу. И также в этой молитве он говорит, Господь, покажи мне свои пути. Не просто Твои дела. Израильтяне перешли Красное море, видели все чудеса. Видели все деяния Бога. На самом деле они к Богу не приблизились. Как вы помните, у горы. Когда Бог проговорил к ним. Они сказали Моисею, что мы не хотели больше слышать. Они сказали Моисею, что не позволяйте нам снова говорить. Мы боимся. Они сказали Моисею. Не надо, чтобы Бог нам говорил, а то мы боимся уже. Поэтому они не приближались к Богу, а отдалялись из-за своих страхов. А если Моисею случилось с Моисеем, но он наоборот приближался к Богу. Интересно, что Иисус Навин У Иисуса Навин было такое же самое сердце. Если вы потом дальше прочтете. Вы увидите, что Иисус Навин оставался в скине. И я говорю о скине встречи. Когда Моисе вышел, Иисус оставался в скине. Не отличался от скине. Поэтому сердце Иисуса Навина отличало его от остального народа. Бог готовил его к лидерству. И в конечном итоге помазание, которое на Моисея перейдет потом к Иисусу Навину. И люди, они вдалеке стояли от Бога. И они видели только его деяния и не понимали его путей. Если снова возвращаться к посланию Коринфянам. Он говорит, что это покрывало удаляется в Мессии. Когда мы приходим к Мессии и принимаем его праведность. Также, благодаря силе Духа Святого, мы учимся его путям. Когда мы смотрим его Слово. И мы просим, чтобы он явил свои пути нам. Он начинает это делать в нашем сердце. Также говорится, тот, кто смотрит в этот закон совершенной свободы. И продолжает так. То он преобразовывается в образ Мессии. Поэтому наше понимание намного лучше, чем то, которое было во времена Ветхого Завета. Потому что это покрывало удаляется. Исход 35-40. Исход 35-40. Исход 40-40 сказано, что Моисей завершил работу. И когда Моисей завершил работу, тогда пришла слава Бога. В конце 40-го стиха говорится о том, что было помещено в ковчег. Десять заповедей. Это закон. Две остальные вещи, которые были поставлены перед ковчегом, они не были помещены вовнутрь. Это расцветший жезл Аарона. Что символизирует лидерство. И третье – это манна. И это символизирует обеспечение. Потому что Бог обеспечивает. Он дает власть. И Он дает нам свой закон, чтобы показать на свою святость. И интересно, что только в книге евреям сказано, что это находилось там. То есть, в книге посланники евреям говорится, что манна и жезл находились перед ковчегом. И некоторые верят, что во время царствования Манасии, сына Езеки, очень нечестивого царя, который начал идолопоклонство в храме. И эти вещи были поставлены в ковчегом, чтобы сохранить их. Некоторые думают, что такого нет Писания, но некоторые думают, что именно в то время все эти три принадлежности были помещены в ковчег. Поэтому мы точно не знаем, как это все оказалось в ковчеге. И мы знаем, что в какой-то момент оно было перед ковчегом манна и жезла, а потом оно оказалось внутри. Продолжение следует... В 20 минутах. В 20 минутах. В 20 минутах. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте посмотрим числа 14 глава 13 глава даже Интересно, что в книге исходит такие введения в путешествия по пустыне Также строительство скини Левит и книга Левит говорит о священстве И установление посвящения священников Также строительство скини И все того, что относится к поклонению в Израиле В принципе тема Левит, книги Левит это святость И что Бог у Израилев Святой и к Нему нужно приходить определенным способом Если как-то по-другому пытаешься приблизиться к Нему, то умрешь Поэтому в этом было откровение Отделенности Бога и народа Относительно характера народа Человек абсолютно греховен Бог абсолютно свят Как же это все вместе соединить? И для этого Бог постоянно требует жертвы Так же пустыня это не конечное пункт назначения Куда Бог хотел их привести Он хотел их привести в страну Где течет молоко и мед Поэтому они находились у Синаи приблизительно один год После строительства скини они провели второй Песох Поэтому вот откуда мы знаем, что они там были год После того, как они ушли с Синаи Затем они направлялись в Ханаан Кадес-Варния, когда они подошли Они посылают саглядатой, шпионов в землю Если вы посмотрите в 13 главе И сказал Господь Моисею Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую Которую я даю сынам Израилевым По одному человеку от колена отцов их пошлите Главных из них Послал их Моисея из пустыни Фаран по повелению Господню И все они мужи, главное, у сынов Израилевых Мы не будем этот список перечитывать Давайте к 17 стиху перепрыгнем Это говорит, когда Моисею послал Моисея высмотреть И сказал он им Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору 18 стих Если вы были в Израиле или у вас будет шанс когда-то поехать То вероятно вы попадете в пустыню Негев То есть Негев начинается от пустыни возле Синаи Затем более такие лесные районы Где больше деревьев И выше по направлению Керусалима И Кедеш-Барния находилась как бы на границе этих районов Лесистой местности и пустынной И как вы помните, что пустыня это пустынное место И в некоторых моментах даже очень скучное Встаете каждое утро Вы видите тот же самый пейзаж Это что вообще ничего Никакого просто пейзажа Если вы ever been there, still it's nothing There's no plants, very little plants Очень мало растений, совсем никаких It's dry It's hot It's hot It's just nothing really all that pretty to look at Даже ничего, ни на чем хорошем нельзя свой взгляд остановить И они были в пустыне год И идут они потом в Кедеш-Барнию И они посылают саглядатаев в эту землю И они посылают саглядатаев в эту землю То есть, и те саглядатые попадают на холмистую местность, район, деревья И очень красивый пейзаж И как вы помните, эту землю Бог им обещал И Бог им не говорил, когда они уходили из Египта Ну, все, у тебя в пустыне все Вечность будете Он говорит, я вывел вас для того, чтобы везти Потому это была обетована земля Бога Они видели верность Бога у Черного моря Также, когда вода потекла из скалы Также, когда Бог дал ману, дал перепелов Также дал закон Они видели множество чудес Бога И все же проблема была в том, что они сами так и никогда не приближались к Богу Моисей приближался Иисус Навин приближался Мы знаем, что Халиф тоже приближался Но народ в целом в общей массе не делал так И интересно, когда они вошли в землю Они видят две вещи Во-первых, великаны И во-вторых, плоды земли очень хороши Возвращаются они И там они провели сорок дней Интересно, что там написано Они прошли до Дана Дана – это очень далеко на севере То есть, они прошли всю эту землю Обрызгали ее И все уже видели, поняли, что там есть И когда они возвратились обратно Их фокус уже сместился Он зависел от того, кто они такие И вот что говорят эти саглядаты Это, это verse 26 Это says, «The men went back to Moses, Aaron and the entire Israelite community in the wilderness of Paran» Verse 26, ну, 13 Where is it? Is it Numbers? This is Numbers Numbers 13, verse 26 И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней Okay, did you read the whole verse? I love 26 I'm not sure where you are in the Well, let me just say it, okay The men went back to Moses and Aaron and the entire Israelite community in the wilderness of Paran at Kadesh It's 27 И пришли и пришли к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес И принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли Они приносят плоды, показывают эти плоды израильтянам They're bringing back proof of the fruit of the land И рассказывали, мы говорили Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас В ней подлинно течет молоко и мед и вот плоды ее Но народ, живущий на земле, то есть силен И города укрепленные Весьма большие И сынов Инаковых мы видели там И эти сыновья Инаковые были гигантами Мы не знаем, потомки ли это Инака, потому что Инак до потопа жил Интересно, если Инак жил до потопа, то как его потомки выжили Но эти потомки очень огромные, гиганты То есть такое предположение или заключение они делают на основании увиденного В любом случае знают, там на земле гиганты Народ сильный, города укрепленные И сынов Инаковых мы видели Амалик живет на южной части Хитти, Уси и Амарей живут на горе или там гористой местности А на ней же живут при море, на берегу Иордана В принципе тут включена вся страна, вся земля Южная часть, потом северная часть Иерусалим И также вдоль Средиземноморского подбережья И вдоль Иордана Поэтому во всей этой земле есть враги И на этом же и сфокусировались соглядатые Сколько же там врагов было Затем в 31 стихе Халиф успокаивал народ перед Моисеем Пойдем и завладеем ее, потому что мы можем одолеть ее А те, которые ходили с ним, говорили Не можем мы идти против народа сего Ибо он сильнее нас И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между израильтянами Поэтому те же самые 12 сфокусиров, которые все увидели в земле Увидели гигантов Увидели плоды Увидели гористую местность Увидели все богатства в земле И когда они вернулись Они фокусируются на двух вещах Эти 10 солидаты фокусируются на великанах И фокусируются на том, что удерживают их от владения Божьим А Халиф и Иисус Навин фокусировались на плодах В каком-то смысле они говорят, что Бог обещал эту землю Если он Бог Да, он может дать ее нам Он нас провел через Красное море Заботился о нас в пустыне Поэтому для Бога никаких проблем вообще не должно быть в том, чтобы дать эту землю И там в другом из переводов есть такое предложение Десять солидатов Принесли плохие новости неверия И думаем ли мы о неверии как о зле? Я думаю, что Бог думает о это как зло И это разочаровывает людей Так же то, что народ делал Жаловался против Моисея В 14 главе Подняло все общество вопли Плакал народ во всю ту ночь И роптали на Моисея и Аарона Все сыны Израилева И все общество сказало им О, если бы мы умерли в земле Египетской Или умерли бы в пустыне сей Нам это звучит знакомым? Теперь уже целый год они ту же самую историю повторяют И для чего Господь ведет нас в землю, чтобы мы пали от меча? Впервые они говорили Зачем Он вел нас в пустыне, чтобы мы умерли от голода и жажды? Теперь они жалуются О, лучше бы мы остались в пустыне И не пошли сюда, чтобы нас убили мечом Поэтому фокусируются они всегда на следующем Бог этого не может В принципе, у Него нет силы сделать то, что Он сказал сделать в нашей жизни Поэтому проблема была в неверии Интересно, что Иешуа говорит Когда Иешуа возвратится, что Он будет искать на земле? Веру Веру Верию Верию Надет ли Он веру? Надет ли Он тех, которые стоят на Слове Божьем и верят в Богу? В 4 стихе И сказали друг другу И как вы видите Люди друг друга поощряют в том, чтобы поражение принять Поставим себе начальника и возвращаемся в Египет Подумайте об этом Они увидели так много чудес Они вот уже на краю входа в землю И говорят, ладно, давайте другого кого-то поставим Лидером Вот качество Моисея в 5 стихе И пари Моисея и Аарон на лица своей предпособранием Всем общества сынов Израилевых Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша Если Господь милостив к нам То ведет нас в землю Которая течет молоко и мед Даст нам ее Что это значит, слова Если Господь милостив к нам В английском звучит, что Если Господь милостив к нам Фейт, our faith, наша вера Без веры Поэтому без веры невозможно сделать благословленным Бого депо Он ищет идеала, совершенства Он ищет того, кто верит, что Именно они остались Спустя 40 Субтитры создавал DimaTorzok